На территории Славянского района складывается неблагоприятная дорожно-транспортная обстановка. С начала этого года в автоавариях уже погибли 7 человек, 25 пострадали, в том числе 3 ребенка. О причинах ДТП нам рассказал главный государственный автоинспектор Славянского района Евгений Старчак. За истекший период 2024 года на территории Славянского района зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек погибло и 25 человек, трое из которых дети в возрасте до 16 лет, получили травмы различной степени тяжести. С участием пешехода было зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб и 4 человека, один из которых ребенок, получили ранения. Количество ДТП, заданное категорией участников дорожного движения СНИЛС, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий на территории Славянского района явились это несоответствие скорости конкретным условиям, выезд на полосу встречного движения, неправильный выбор дистанции и несоответствие очередности проезда транспортных средств. По статистике госавтоинспекции, выезд на встречную полосу входит в пятерку самых популярных нарушений, наряду с ездой в нетрезвом виде и оставлением места ДТП. Такой маневр создает опасность всем участникам движения. Поэтому из-за пересечения сплошной линии разметки случаются автоаварии со смертельными жертвами. За истекший период текущего года на территории Славянского района произошло два ДТП по причине выезда на полосу встречного движения, в результате которых погибло 4 человека и 3 получили ранения различной степени тяжести. Осторожность на дороге следует проявлять не только водителям транспортных средств, но и пешеходам. Пять наездов на пешеходов произошло в районе. В результате данной категории ДТП один человек погиб и 4 получили ранения, двое из которых дети в возрасте до 16 лет. Это как бы большая цифра для нашего района.